Здравствуйте, друзья! В эфире передача «Дом, в котором живет Бог», где мы говорим о православной церкви, ее особенном мире, традициях, ее истории. Давайте вспомним, о чем была наша прошлая передача. Как мне помнится, говорили мы о святом апостоле Андрея Первозванного и узнали, что такое прозвище он получил потому, что первым последовал за Христом. Путешествуя с проповедью по миру, святой Андрей достиг и наших земель, где предсказал величие будущей столицы Киевской Руси. Свои труды он окончил мученически, пострадав на кресте. Ну, а сегодня, друзья, как я и обещал, поговорим о брате апостола Андрея, святом апостоле Петре. Как мы говорили ранее, апостол Петр был родным братом Андрея Первозванного. Они занимались рыбным промыслом на берегах Галилейского озера. Именно святой Андрей привел его к Иисусу Христу, который, проведя твердость и силы его веры, сказал, «Ты, Симон, так его звали раньше, сын Ионин, ты наречешься Кифа или Петр». Оба этих слова, Кифа и Петр, одно еврейского, другое греческого происхождения, переводится как камень. Именно на таком камне веры и пламенного духа Господь пообещал создать свою церковь, которая будет настолько крепка, что ее не одолеют никакие противники. Итак, запомнив, за свою твердую и пламенную веру апостол получил имя Петр, что означает камень. В день Пятидесятницы, когда на апостолов сошла благодать Святого Духа, апостол Петр первым выступил с проповедью перед народом. Его пламенная речь так сильно подействовала на слушателей, что в тот день, по свидетельству Священного Писания, в христианскую веру обратилось около трех тысяч человек. Но это было только начало его проповедческих трудов. Апостол принял на себя труд благовестия среди иудеев, хотя однажды он крестил и римского военачальника Корнилия со всем его семейством. И мы можем это отметить. Проповедь апостола Петра была адресована прежде всего евреям. Однажды правитель Иудеи Ирод Агриппа воздвиг гонения на христиан. Это случилось в 42-м году по Рождестве Христовым. Он умертвил апостола Иакова Заведеева, брата Иоанна Богослова, а апостола Петра заключил в темницу. Христиане, предвидя его казнь, горячо молились. И ночью случилось чудо. В темницу вошел ангел Божий. Аковы спали, и Петр беспрепятственно ушел из-под стражи, никем не замеченный. На долгое время святой апостол оставил Иерусалим, проповедуя в соседних провинциях. Он прошел по берегам Средиземного моря, побывал в Антиохии, в городах Малой Азии, а потом в Египте. Отсюда он перешел в Грецию, затем в Рим, Испанию и далее. В путешествиях апостола Петра сопровождал его ученик по имени Марк. Он внимательно слушал своего наставника и в итоге по просьбе римских христиан записал воспоминания Петра о жизни и учении Иисуса Христа. Эти воспоминания мы знаем теперь как Евангелие от Марка. Итак, запомним это. Евангелие от Марка было записано апостолом Марком со слов святого Петра. Церковное предание говорит нам, что последним местом проповеди святого Петра был великий город Рим, столица мира, как его называли в те времена. Здесь апостольская проповедь обратила ко Христу множество людей. И здесь же Петр вместе с другим благовестителем, святым апостолом Павлом, основал римскую церковь. Итак, основание римской церкви – дело трудов и проповеди апостолов Петра и Павла. Среди уверовавших римлян были две жены императора Нерона. Историки однозначно говорят о Нероне как о человеке невероятной нравственной распущенности. Весть о том, что его супруги приняли христианскую веру, возбудила большую злобу императора против церкви. Можно сказать, что правлением Нерона была открыта длительная эпоха гонений на христиан в Римской империи. Тогда же пострадал и апостол Петр. Предание повествует нам об этом. Петр узнал о гневе императора за его проповедь. И по просьбе верующих ночью решил покинуть город. Во время его пути на дороге ему явился Христос, шедший по направлению к Риму. «Кам огредеши, Господи?» «То есть, куда ты идешь, Господи?» спросил его апостол. «Иду в Рим, чтобы опять быть распятым», отвечал Христос. Петр понял, что его бегство не было угодно Богу и возвратился в город. Здесь он был взят воинами, заключен в темницу и через несколько дней предан казни. Было это в 67 году по Рождестве Христовом. Петр упросил палачей, чтобы распяли его вниз головой, так как считал себя недостойным даже в казни, уподобиться Спасителю. Итак, святой апостол Петр принял мученическую смерть в Риме. Он был распят на кресте вниз головой. Среди священных книг Нового Завета есть две, автором которых является апостол Петр. Их называют соборными посланиями, то есть письмами к разным церквям. Так святой Петр заботился об устроении основанных им христианских общин в разных городах. В своих посланиях Петр предостерегает от внешних и внутренних врагов Христовой Церкви. Итак, запомним, что от святого апостола Петра до нас дошло два соборных послания, которые включены в Новый Завет. Ну что, друзья, на этом все, пожалуй. Давайте кратко повторим наши новые знания. Итак, сегодня мы говорили о святом апостоле Петре. Это имя он получил от самого Спасителя. И означает оно «камень». Апостольская проповедь святого Петра была адресована прежде всего евреям. Со слов Петра было записано одно из Евангелий, Евангелие от Марка. И вместе с апостолом Павлом святой Петр основал Римскую Церковь, где позже принял мученическую смерть. И, наконец, каждый из нас может и сегодня внимать его словам, которые записаны святым апостолом Петром в двух его соборных посланиях. И на этом я прощаюсь с вами, друзья. Свои вопросы, если они у вас возникли, присылайте на наш сайт. Его адрес сейчас перед вами. Всего вам хорошего, ангела-хранителя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok